Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Буквально прошел год, как мы снова в творческой коммунировке в Агрофирме Партнер. Сразу с порога хочу сказать, интересного много, много и нововведений. Я буквально одним глазом окинула. Василий Иванович, директор Агрофирмы, нам сейчас все расскажет и покажет лично. Обязательно. Командуйте парадом. Здравствуйте, дорогие подписчики канала Садовый мир. Мне очень приятно видеть в гостях Анну. И сегодня мы с вами поговорим о нашей демонстрационной площадке, где выращиваются новинки отечественной селекции нашего производства. Но прежде всего я хочу показать Ане, показать вам наши изменения. Мы изменили открытый грунт, изменили грядки, сделали их более инновационными, делали все сами, своими руками. А это важно. Сейчас покажу. Ну что же, у нас инновация. Мы сделали новые грядки. Раньше у нас грядки были деревянные, а сейчас мы сделали раз и навсегда. Очень рекомендую вам у себя на участке попробовать вот такую экспозицию в деле. Рекомендую вашим подписчикам. Мы приобретали доску ДПК, это древесно-полимерный композит, и делали из нее грядки. Такая доска уже не сгниет. Делали крепежи все самостоятельно. Я думаю, что если есть в семье рукастый мужчина, то уверен, что можно сделать так же и забыть о проблемах гниения досок и вообще о многих проблемах, связанные даже с декоративным моментом навсегда. Также мы установили капельный полив и выращиваем в открытом грунте, тестируем свои зеленые культуры. Здесь посеян салат лука сейчас, вот уже он начинает сходить. И, конечно же, томаты. Томаты у нас тоже сидят в открытом грунте, и перцы и баклажаны в таких грядках. Очень удобно. Вот грядочка, где у нас посажен томат, накрыта очень интересно нетканным материалом, и мы сделали дуги тоже самостоятельно. Пойдемте. Давайте посмотрим поближе. Как устроено. Василий Иванович, я вот заглянула уже под спонбонд и обратила внимание, что он у вас закреплен именно на рейку деревянную. Это позволяет, наверное, быстро даже в одни женские руки открыть-закрыть тоннель в случае непогоды. Бывает так, что ты на участке один, у тебя открыто несколько тоннелей, налетела туча, ветер, шквал. Срочно нужно закрыть томаты, огурцы и другие овощные культуры. Как мы это с вами будем сейчас делать? Просто накручивать спонбонд? Да, спонбонд на рейку. Причем обратите внимание, что здесь специальные крепежи мы сделали на мебельных болтах. Вот мебельный болт, саморез и крепеж. Все. У нас очень-очень удобно. Рейка встает между профилем и между крепежом. Как бы в паз. И никуда в паз. И она никуда не вылетит. Мы ее из паза вытащили, и все. Беру на заметку, я тогда избавлюсь от кирпичей надоедливых в проходах грядки. Вот мы точно так же избавлялись от кирпичей. Так, заворачиваем. Ой, да у вас и дуги какие-то интересные. А дуги у нас самые простые. Мы взяли трубогибочный станок и согнули самую простую трубу, которая продается на любом строительном рынке. Ну, скажем, металлический профиль, квадратный профиль. Самый простой. Сгибаем и устанавливаем этот профиль уже в профиль побольше, который закреплен в внешней части грядки. Большой плюс в том, что можно будет сделать дуги по высоте любой культуры. И даже если нет полноценной теплицы, индетерминантные томаты, сделав тоннель повыше, можно вполне выращивать в условиях открытого грунта под пленочным укрытием и под спонбондом, если позволяет климат участка. Дорогие друзья, еще одна головная боль многих огородников – качественная подвязка тех же самых томатов. Посмотрите, к металлической трубе прочные металлопрофили сделать гораздо проще, чем хлипким дугом, который мы ставим в обычной тоннеле. Никуда наши томаты теперь не денутся. Им достаточно всего лишь одного колышка в начале вегетации, а дальше уже можно будет на шпагат подвязать к такой, как он называется, продольной части металлоконструкции. Да, продольная часть металлоконструкции. Совершенно верно. Мы изначально знаем, что урожай наших томатов всегда будет высокий, потому что мы сами производим большинство ассортиментно-томатной группы. И для того, чтобы растение не сломалось от тяжести плодов, мы, естественно, решили сделать каркас помощнее. Плюс ко всему, очень удобно, этот каркас можно демонтировать. Мы его вытащили. Подняли, перенесли на другую грядку. Перенесли на другую грядку, убрали. Может быть, мы здесь хотим на будущий год редис выращивать. И с учетом севооборота можно спланировать любые посадки. Совершенно верно. Это, я считаю, что овощеводом нужно взять на заметку, потому что севооборот, он необходим. Делать это нужно обязательно. А самое главное, один раз вложились и пользоваться вы будете много лет этой конструкции. Можно только подкрасить, сменить спонбонд, а каркас у вас будет служить много-много лет. Но есть еще, кстати, лайфхак. Чтобы спонбонд не лежал на земле, мы придумали вот такие самые простые петельки, которые крепятся саморезом к профилю. Берем аккуратненько и просовываем сюда наш спонбонд. То же самое дело своего конца. Пожалуйста, спонбонд у вас будет сухой. Когда вы будете прикрывать грядочку, сухим спонбоном вы накроете все свои посадки, а не мокрым, который напитает влаги из прохода между грядками. Кстати, Анна, начинается дождь, поэтому я думаю, что нам нужно прикрыть нашу грядку. Сделать это очень просто, раскрутив спонбонд в обратной последовательности. И поставив потом речку просто в те пазы, которые у нас есть на другой стороне. Все, грядка под защитой. Анна, у нас и в теплице есть что показать. Отличные две новинки, которые мы сами производим и в этом году. Это будет дебют. Показать? Конечно. Пошли. Теплица самая простая. Как у наших огородников, дачников, но чуть-чуть пошире. Да, ширина играет роль. Здесь 6 метров. А почему простая? Потому что высота обычная, не такая уж и высокая теплица. И мы здесь проводим испытания. Перед вами интересный гибрид черри. Я не могу про него не сказать. Да, он у нас в кадре. Пушка. Пушка F1. Мы так назвали, потому что он действительно пушка. Выстреливает кисти. Он очень ранний. Очень ранний. И несмотря на то, что сейчас еще июль месяц, мы уже с вами видим раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кистей, которые находятся в довольно-таки зрелом состоянии. Нижние созрели практически полностью. А верхние половина-то уж точная. И многие я уже черрики отсюда поснимал. Да, и для же уже объели кисточки. Очень сладкие. Это наше производство. Мы производим этот гибрид черри сами. Гибрид черри сложен очень в производство, потому что он на фертильной основе производства. Я вам обязательно расскажу, что это такое, когда мы будем на нашем агрокомплексе. Но на что хотелось бы еще обратить внимание. Это на два томата, которые мы делаем совместно с Тимрязевской академией. С Григорием Федоровичем Монохосом. Селекционером. Очень хорошим, серьезным селекционером, который работает не только по капусте белокочанной, но и по томатам. Это томат Мирандолина и Респект. Аня, перед вами томат Мирандолина. Этот томат уникален прежде всего своими вкусовыми качествами. Мы знаем то, что наши овощеводы уже любят гибриды. Они знают, чем они хороши. Но наша задача сделать гибрид вкусным. Мирандолина – это очень сладкий, вкусный гибрид томата. Это важно. Это очень важно. Он индетерминатный, у него неограниченный рост. Обратите внимание, растение сформировано в два ствола. Именно в два ствола я рекомендую формировать Мирандолину. В таком случае урожай будет больше. Сколько кистей сверху? Плод мельчать не будет, если формировать в два ствола. Фактически огородник не заметит, что плод станет, если даже если плод станет меньше, огородник не заметит. Это будет всего лишь на 5-10 грамм каждый. И все-таки выгоднее формировать в два ствола. Чтобы получить больше кистей. Чтобы больше получить кистей. Правильно, Аня, вы сейчас заметили, что кистей очень много. Потому что, несмотря на то, что томат индетерминатный, кисточки формируются очень близко друг к другу. Фактически через два листа формируется кисть. И я всегда называю это водопад из кистей. Когда кисть заканчивается кистью. И томат генеративного типа. Очень мало листвы, но много плодов. И довольно-таки тонкий стебель. Я такие томаты очень люблю. Они смотрятся элегантно, дают всегда хороший урожай. И, конечно, мимо такого томата ни один огородник не пройдет. Я вот насчитала здесь 9 плодов в кисти. И, учитывая то, что, я даже тоже один поели, до 10, видимо, формирует. На самом деле достойный гибрид, который под силу вырастет даже начинающим огородникам. Поскольку у него такие мощные гибридные свойства, которые позволяют вырасти его в теплице даже начинающим нашим садоводам-огородникам. Я уверен, что вы правы. Начинающий садовод-огородник сможет вырастить такой гибрид. И даже для начинающего и для профессионала стоит обратить внимание на то, что нет зеленых пятен у плодоножки. На то, что цвет, обратите внимание, какой насыщенный цвет. Мы уже забываем, что такой красный цвет томата. А здесь насыщенный красный цвет. Вот такой цвет, который действительно хочется съесть сразу. Вот он возбуждает аппетит, этот томат. Плюс ко всему, конечно, устойчивость к заболеваниям. Мы работали над тем, чтобы томат был однозначно устойчив к кладоспориозу. Чтобы он был устойчив к вирусу бронзовости, к вирусу скручивания листа. То есть, здесь очень серьезный набор устойчивости. Плюс вкусовые качества. Такой томат стоит сажать по схеме посадки 3,5-4 растения на квадратный метр. И в таком случае урожай будет с одного растения в районе 5 килограмм. Я предлагаю сейчас сорвать плод и попробовать на вкус, чтобы вы передали свои ощущения подписчикам. И я уверен, что томат вам понравится. Единственное, только давайте соседнего снимем, чтобы картинку не портить здесь. Пока вы срываете томат, я отмечу, что многие хозяюшки оценят по достоинству форму томата. Поскольку он наверняка универсального значения, кушать его можно не только в свежем виде, но и вот такие нарядные томатики можно, как калиброванные, обратите внимание, размер томата, он легко упроет в горлышко любой практически стандартной банки. Поэтому красивые, вкусные заготовки нам обеспечены. Вот такой вот томатик. Красавчик. Цвет у него очень достичный. Специально убрал плодоножку. Обратите внимание, что нету некроза тканей. Это тоже очень важно. Маленькое место крепления плодоножки. Я думаю, что многие хозяйки это оценят. Весь плод будет произведен в дело, сведен, либо переработан, ничего не обрежется. Ой, сколько сока. Вот я насчитала, он пятикамерный, да, посмотрите, довольно мягкая середина, сочная, мясистая. Плод очень, да, мясистый. Опять же, пульпа зеленого цвета. В нашей практике, в практике компании, агрофирма «Партнер», такие плоды обладают высоким содержанием сахаров. Сейчас мы попробуем на вкус. Мы мерили брикс, сахара, здесь сахара выше 6%. Он действительно вкусный. И что самое главное, у него толстая стеночка, он мясистый, сочный, сладкий. И у него выражен томатный запах, и при этом он достаточно крепенький, то есть он будет транспортабельный. Набрали и спокойно привезли домой, переработали, либо съели. Но немаловажный факт, то, что мы сами являемся селекционерами этого гибрида. Темирайская академия и Григорий Федорович Монохоз нам в помощь, и сами производим гибрид «Мирндолина» на нашем тепличном комплексе в Подмосковье. Сегодня мы туда поедем, я покажу, как ведется его гибридное семеноводство. И этот томат, я уверен, заслуживает уважения среди дачников, огородников своим вкусом и своими товарными качествами. Потому что он такой плотненький, хорошо будет транспортироваться. То есть вы его до дачи довезете, он не испортится. И раннеспелый, что немаловажно. Вы обратите внимание, что полностью кисть созрела, вторая полностью кисть созрела, третья кисть уже загорелась, четвертая кисть уже загорелась. Это очень хороший результат для июля месяца в средней полосе России. Ну что, еще по одной и пойдем к респекту. Дорогие друзья, перед вами томат «Респект». Томат «Респект» тоже мы производим сами, производим на своем тепличном комплексе в Московской области, в средней полосе России. Дело в том, что это зона рискованного земледелия, и даже производство гибридов в зоне рискованного земледелия. Это очень важно. Гибрид в стрессовых условиях при производстве становится еще более устойчивым к заболеваниям, еще более урожайным и более неприхотливым. Чем интересен «Респект»? Сейчас мы с вами и с Саней поговорили о «Мирандолине». «Мирандолина» красного цвета, индотерминатный. А «Респект» цвета малинового. И тоже индотерминатный, очень вкусный, сладкий гибрид томата, который, прошу заметить, отечественного производства, отечественной селекции и с замечательными вкусовыми качествами. Упор «Респекта» мы делали на вкусовые качества. Это гибрид томата, который малиновый, вкусный, без зеленого пятна у плодоножки. Кисти находятся очень близко друг к другу. Вяжет он, смотрите, раз кисточка, два кисточка, три кисточка, четыре кисточка, пять, шесть, семь. И фактически, на мой рост томат завязывает семь кистей. Для индотерминатного томата это очень-очень хороший показатель. Сейчас с вами выберем самый сочный плод, разрежем, посмотрим, что там внутри, попробуем на вкус. Ну что же, давайте снимем плодик. Вот. Томат крупненький, мясистый. Это очень хорошо. Ведь любите крупные томаты. Давайте разрежем, посмотрим, что же у него на разрезе. Он режется как по маслу. Смотрите, сок прям. Ну-ка. Ух, какая красота. На разрезе томат многокамерный. Запах действительно очень интересный. Я отсюда ощущаю аромат этого томата. Повторюсь, томат «Респект» отличается своим, дорогие друзья, вкусом. Ну что, пробуем? Главное, чтобы вы не зимой передачу это смотрели. Ммм. Я даже не знаю, кто вкуснее, «Мирандолина» или «Респект». Но «Респект» очень вкусный томат, который просто обязан расти у вас на участках. Василий Иванович, большое спасибо, во-первых, за советы, которые вы нам дали. Всегда пожалуйста. На участках каких-то нововведений беру себе на заметку, утаскиваю себе в копилочку. Большое спасибо за дегустацию и знакомство с новыми гибридами. Я думаю, что наши зрители тоже по достоинству их со временем оценят в ближайшее время. У нас большие планы на сегодня. Да, у вас программа очень большая. Хотим посмотреть, увидеть и еще что-то попробовать на вашем участке. Надеюсь, что мы увидимся. Да вы точно увидите, точно попробуйте. Я приглашаю вас в наши теплицы. Пожалуйста, посмотрите, какие у нас замечательные огурцы. Какие у нас отличные перцы, баклажаны, цветочная группа. Все в ваших руках. Я надеюсь, что зрителям канала «Садовый мир» будет интересно посмотреть на отечественную селекцию, на отечественные разработки. И я очень рад, что вы приехали к нам в гости. Большое вам спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Пока. Пока.